Дарт Вейдер Вейдер выступает как ученик и самый лучший силовик императора Палпатина. Он использует темную сторону силы, чтобы предотвратить распад империи и уничтожить повстанческий альянс, который стремится восстановить Галактическую Республику. С другой стороны, Дарт Вейдер – одна из величайших фигур во вселенной Звездных Лонг. Будучи одним из самых могущественных ситков, он вызывает симпатию у многих поклонников трилогии и является очень харизматичным персонажем. Костюм Дарта Вейдера – портативная система жизнеобеспечения, которую он был вынужден носить, чтобы компенсировать серьезные повреждения, полученные в результате поединка с Оби-Ваном Кеноби на Мутафари. Он был разработан для поддержки и защиты обугленного тела бывшего джедая. Костюм был выполнен в древних традициях ситков с использованием многочисленных методов алхимии. Впервые на телеэкране Дарт Вейдер появился в 1977 году, в четвертом эпизоде «Звездных войн. Новая надежда», где ему поручается вернуть украденные планы Звезды Смерти и найти секретную базу повстанческого альянса. В 1980 году Дарт Вейдер появляется в фильме «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар». В 1983 году в следующем фильме «Звездные войны. Эпизод 6. Возвращение джедая» Дарт Вейдер, перейдя на светлую сторону, спасает Люка Скайуокера, но сам при этом погибает. Дарт Вейдер, перейдя на светлую сторону, спасает Люка Скайуокера, защитная В 1999 году в фильме «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая угроза» Энакин появляется как 9-летний мальчик, вундеркинг и выдающийся техник. Он и его мать были рабами у старьевщика и торговца запчастями у Ота. В фильме «Звездные войны. Эпизод 2. Атака клонов» 2002 года Энакин стал юношей и падаваном Оби-Вана. За 10 лет, прошедшей с эпизода 1. Скрытая угроза, он повзрослел и сильно развился. В 2005 году Энакин переходит на темную сторону силы. В фильме «Звездные войны. Эпизод 3. Месть Ситков». В 2008 году Энакин появляется в трехмерном мультсериале, а также в полнометражном мультфильме под названием «Звездные войны. Войны клонов». В 2011 году Дарт Вейдер был замечен в мультфильме «Лего. Звездные войны. Падаванская угроза». В 2012 году Дарт Вейдер снова появляется в короткометражке «Лего». «Звездные войны. Империя наносит удар». В 2014 году Дарт Вейдер появляется в очередном трехмерном мультсериале «Звездные войны. Повстанцы». В 2015 году Дарт Вейдер был замечен в «Лего. Звездные войны. Хроники Йоды». В 2016 году Дарт Вейдер также появляется в мультсериале «Лего. Звездные войны. Приключения изобретателей». В фильме «Изгоя-1. Звездные войны. Истории» 2016 года Дарт Вейдер атакует флот альянса «Повстанцы». В 2017 году Энакин был замечен в мультсериале «Звездные войны. Силы судьбы». В 2018 году про Дарт Вейдера был снят фанатский фильм «Вейдер. Эпизод 1. Осколки прошлого». «Т advant Vейдер, Н Субтитры подогнал «Симон»